Какой ты себя видишь? Такими же, как и я. Синими высокими моноидами. Отлетись со стороны на себя, посмотри. Мне кажется, у меня есть шерсть. Я это существо, я не знаю. Ну что? А как Артак попал к Анне на Землю? Сначала исследовали то, как они есть, а потом интегрировались, стали жить на планете. У меня здесь такая же семья, как внизу. При этом кто-то помнит, кто он, кто-то нет. И у нас здесь общая память энергетическая. Вот жить они стали неосознанно. Матрица начала на них действовать. Ты весь с Абсолюта, как все. Нет, мы не с Абсолюта. У нас идет общее исследование космоса, галактик и существ. Очень рад, что есть возможность пообщаться с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Аня, давайте поговорим про твой сеанс. Что мы будем в сеансе исследовать? Ну, у меня есть один вопрос, который меня волнует. Мне нужна тут помощь. Я хочу все-таки понять свою суть. То есть я знаю, так как я работала с Абсолютом Гипнозом, что я космическая. Даже себя вижу, не самый красивый вид. В принципе, почему-то именно на мою планету особо никто не может как-то пробраться. То есть только я и вот у меня еще одна подруга, которая тоже в Астралии видит. Вот мы только с ней вдвоем можем там побывать. Поэтому мне бы хотелось все-таки понять свою суть истинную. То есть какая миссия у меня здесь именно такая больше космическая. Какого я сюда прилетела? Это первый момент. Второй момент, он у меня связан со здоровьем, которые появились эти две проблемы вот буквально полтора месяца назад, после того, как я, наверное, так совпало, перестала, в принципе, грузиться и как-то бывать на Астрале. У меня очень резко заболели уши после последнего сеанса. И уши болят постоянно. И я хожу к врачам, они меня гоняют от одного к другому. То есть это не лор, это не давление. Ну, вот как-то объяснить никто не может. Вот. И еще одна проблема со здоровьем, которая выяснилась, когда я пошла вот как раз по ушам, что у меня там какая-то врожденная там сумка, ну, какое-то образование в носу, и вот, которая сейчас почему-то проявилась, и у меня постоянно льются сопли. И я, ну, задыхаюсь от этого. А как ты познакомилась с эзотерикой? Ты можешь немножко о себе немножко рассказать? Вот как ты в экс-хипноз попала? Я, получается, ну, эзотерика у меня всегда была возле меня, хотя как-то, ну, ни родителей, никто не поддерживал. Потом я сообразила, что, в принципе, я даже помогала организовать курсы, там еще лет в 20 одному из энерготерапевтов знакомых. Вот. Ну, так вот, чтобы я погружалась, что-то видела, слышала, ну, такого не было никогда. То есть тема была интересна, но не более того. То есть у меня, в принципе, вся жизнь была прекрасно стабильна и замечательна, но она и сейчас такая. У меня очень хорошая семья, родители, полная семья. Вот. До 2009 года, к тому времени я занимала очень высокий пост для своих 22 лет, была успешна, ну, от и до. То есть я такая девочка с приданным, все было замечательно. В 2009 году все начало разваливаться просто в одну секунду. То есть эпик был декабрь, когда третьего я уволилась. Ну, причем это мое желание было, я сама это делала. 12-го у меня умерла подруга, с которой мы, ну, в принципе, все это выстраивали. И 31 декабря у меня просто сгорела квартира. Ну, то есть как бы... В декабре он еще больше дал по мне. То есть там у меня был самый, наверное, страшный стресс в жизни, когда вот у меня умерла подруга. То есть я каталась по полу в истерике. Я вообще этих моментов, ну, не помню. Вот. То есть я... Очень много было людей, например, я пила. То есть меня заливали алкоголь, но я этого тоже не помню. Я не пьянела. То есть это было состояние шока такое вот. И там я тоже много кого подхватила. Ну, а, собственно, после этого я уже пошла путешествовать по стране, потому что не могла уже ни определиться, ни кто я, ни где я, ни... И я жила в одном, в другом месте с истревидением. Я ушла на телевидение, проработала там в более спокойном режиме, уже без нервов, на хорошей зарплате. Мне, видимо, стало скучно. Я начала заниматься родом своим. И постепенно через род меня привели к экзогипнозу. То есть, ну, такое стечение обстоятельств, когда какие-то вопросы, вопросы. И вот мне вдруг сказали, что тебе нужно узнать, кто какой-то дополнительный ангел-хранитель твоего рода. Причем никто не мог объяснить, зачем мне эта информация. Но я с этой информацией пошла по всем знакомым, спрашивать, кто мне это может сказать. Ну, собственно, погрузились. И дальше я всех драгонянцев, рептов и всех демонов я видела вживую. У меня не было страха, потому что я не понимала, что это. Ну, то есть вот я описывала. Там где-то мы смеялись, хохотали. Ну, много чего выковыривали, нашли, вытащили. И там это не зоопарк, это было шоу-представление. На мне была школа Греев, 34 штуки. Представляете, сколько мы их пытались отключить и сколько они оставались. Ну, и, в принципе, пообщались с наставником. Он мне сказал мою миссию. Сказали, кто я. Единственное, из-за времени, что, ну, 5,5 часов уже глубокая ночь была на Камчатке у ребят. Поэтому не попали вот на планету, но пообщались и с космическими наставниками. Ну, и сказали, меняй свою жизнь, ты должна прийти на какой-то другой путь. И в течение месяца я уволилась с работы. Вот Миша на предложение. Уехала непонятно куда, неизвестно зачем. Но все сложилось самым благоприятным образом. То, что за этот год я и погрузилась в какие-то такие более эзотерические тематики. И самое главное, стала познавать себя. И как-то, в принципе, в жизни подуспокоилась. Потому что до сеанса у меня был вопрос, почему у меня такое чувство одиночества все время внутри есть. И желание, вот, я люблю смотреть на звезды и куда-нибудь вообще улететь. Но теперь как бы спокойно к этому отношусь. Ну, это не практики экзо-гипно, потому что я не обучающий слипер. Собственно, все. О чем ты вспоминаешь, Аня? Я ни о чем не вспоминаю, я в космосе. Какие мысли приходят в твою голову? Что ты делаешь в космосе? Это движение. Я двигаюсь в космосе. Двигаюсь в какой-то цели. А куда ты двигаешься? Слушай, ну мозг простраивает, что к земле. А на счет три я включу тебя. Панорамный режим зрения. И ты увидишь себя со стороны. Раз, два, три. Какой ты себя видишь? Ёшкин, макарёшкин. Не еще не понимаю. Короче, это корабль. Ну, это корабль с такими же, как и я, синими высокими маномидами. Давай пойдем внутрь корабля. Я внутри. Ну, то есть я уже со стороны уже внутри. Сколько у вас там представителей? Мне кажется, где-то пять вот в этом отсеке. Три сидит в управлении. Но это отдельный отсек. Ну, как у нас корабля. Есть еще грузовой, видимо, отсек с грузом. Ну, вот это, наверное, основная часть. Ну, здесь все как в кнопках, как пульты управления сидят. Посмотри на себя. Ты подсвечиваешься в этой команде? Подсветилась. Я почему-то в центре стою. Как звали тебя? Артак. Приветствуем тебя, Артак. Пообщаемся? Можешь говорить Терезану? Если я ему доступ дам, потому что я как-то... Мне не нравится. Он уже в тебе, не переживай. Да страшно, что это я. Меня это смущает. Давай с ним пообщаемся. Давай с ним пообщаемся. Сделай глубокий вдох и глубокий выдох и оставь меня с ним. Артак, приветствуем тебя. Я тоже вас приветствую, несмотря на то, что я очень рада, что есть возможность пообщаться с вами. Расскажи нам о себе. Я руководитель нашей группы научно-исследовательского судна. Что вы исследовали? У нас идет общее исследование космоса, галактик и существ. Продолжай. Она блокирует эту информацию. Много раз пытались стучаться и рассказать суть. Рассказка не хочет этого знать. А почему она не хочет этого знать? Я думаю, в галактике не хочет признать, что она не такая, как все. Она это будет признать, не хочет. Ну, это же ее опыт. Да, она память заблокирована. Ей все время хочется быть, как все. А таких в окружении нет. Вокруг все крылатые. Подсознательно хочется быть с ними. Поэтому не принимает свой внешний вид. Только бы не прорывали ее внешний вид. Накладывает картинки из своей головы. Почти полгода ушло на то, чтобы показать истинное лицо. Боится. Хотя ничего страшного у нас нет. Мы не воины. Мы исследуем галактики. Ну, воплощение, воплощение в геманоида, это ведь просто опыт. Ты ведь, ты ведь с абсолюта, как все. Нет, мы не с абсолюта. Я инопланетная существ. У нас разные с вами сути. Земля, это чуждая. А как ты попала в тело, в Анну? Как на землю попал? Ты сознательно это выбрал? Ты сознательно выбрал стать Анной? Отключаемся. Что произошло? Аня? У меня, видимо, мозг его выталкивает. То есть информация, которая идет, она как бьется с тем, что у меня в голове, как взрывы такие происходят. Хорошо, ты позволишь, Алены, зайти в твое пространство? У меня здесь рядышком. Космический корабль плоский. Гуманоиды, да. Синяя кожа. С небольшими вкраплениями. Очень такие деятельные, спокойные, миролюбивые. Они не войны. Они исследуют, в принципе, весь поток информации, которая существует в галактиках. И они исследуют не только мирные планеты, но и воинственные. Собирают информацию, как картотеку создают. Куда пошлют, туда и летят. Абсолютно нету плюсы, либо минусы. Нету никакой сопричастности с тем, что происходит на планетах. Они не вмешиваются. А как Артак попал к Ане на Землю? Показывает квантовый скачок. Переход в Солнечную систему. Корабль возле планеты. Там интересно. Очень много существ. Разных. С разных галактик. Разной энергетической структуры. При этом кто-то помнит, кто он. Кто-то нет. Это очень редко встречается. Когда все столько перемешанное планета возрождается из ничего. Они отправляются на Землю. Исследовать. Изучать. Наблюдать за происходящим. На этом корабле есть его очень близкий друг. Он пошел первым. Артак отправился за ним. Следом. Так, а что-то потом с кораблем произошло. Корабль отодвинули от планеты. А как они пошли в Матриксу нашу? Сквозь прошли. Не составляло это труда сделать. У них есть ключи. При этом они первый заход, когда только спускались, спускались в истинном обличии. А потом происходили трансформации. И они уже рождались. Показывают по временным колебаниям. То есть несколько заходов было. Сначала исследовали то, как они есть. А потом интегрировались. Стали жить на планете. Вот жить они стали неосознанно. Матрица начала на них действовать. Начали терять память. И это происходит, как из корабля спускаются одни, проходят слои, теряется оболочка, и уже вниз они спускаются, как будто еще раз. Но уже как души. И все. Они на планете, как и многие. А где сейчас Артак? Друг Артака. Где друг Артака? Сейчас ищу. На планете. Много путешествует. Австралия, Индия, Новая Зеландия, Таиланд. Вот этот Индийский океан, Тихий океан. Подсвечиваются точки разные. Она? Да. Я пытаюсь понять. У меня включается мозг. Я как будто бываю на своем изначальной планете, прорываюсь туда. То есть я там была не один раз. Но это очень сложный подъем. И как так получается, я не понимаю, как я туда пробираюсь. Давай перенесемся туда. Вместе Артака. Где мы с Аленой? На счет 3. Конечно. С Аленой. Раз, два, три. Переносись. Переносись назад. Своему источнику. Да, мы дома. Вот сейчас я Алене показываю, как я это вижу. У меня простраиваются картинки из образа, из фильмов. Да, то есть из. И иногда только я выключаю это видение. И тогда здесь чистая энергия. Я не вижу существ. Но мозг потом блокирует. И я включаю обратно. Мне так комфортнее. Тут такая же моя семья. То есть вот стол. То есть я вижу это так. Мне так комфортнее. Ну, наверное. Или я не знаю. Потому что это твоя жизнь была. Поэтому сложно было с ней расстаться. У меня здесь такая же семья, как внизу. Очень похоже. Только наоборот. У меня сестра здесь маленькая. моей сестре 51 год. На земле Аленочки. Я называю ее маленькая. А здесь она малышка. Ну, вот она малышка. То есть, наверное, это так. И у нас здесь общая память энергетическая. Ну, то есть нам не нужно рассказывать. Каждый раз, когда я поднимаюсь сюда, мне говорят там. Во-первых, это ощущение, что я как будто, знаете, вышла на 15 минут в командировку. Здесь времени нет такового. Так и есть. И они следят за мной. Ну, сначала они мне рисовали, как телевизор. Знаете, вот мы там следим за нашим героем, который там вот покоряет Арктику. А потом они показали. Я подключалась к этому каналу. Это как в фильмах показывают. Общее информационное поле. То есть, я что-то делаю, они об этом знают. Все об этом знают. Ну, информация общая. Есть хранилище. С Патайон, ну, какой-то очень важной информацией о устройстве вселенных. Ну, как-то вот это. Ты связана с этим совсем как тонкие нити. Вот твои планеты к тебе и обратно. Как лучи. Семья твоя с Земли. Она с твоей планеты? Нет. Нет, у меня сестренка ангел. Нет, просто очень похожа. Да. Но когда я спрашивала, почему так, мне объяснили, что я шла на это почему-то воплощение, ну, или какое-то, да, и мне очень тяжело на Земле. И чтобы облегчить мою боль, потому что я не должна проходить здесь уроки, связанные с, ну, вот с какими-то вот этими семейными темами. У меня фокус должен быть на другом. Мне дали такую же семью. Ну, как комфортные условия, чтобы были как-то так. Чтобы я не обращала внимания, да, там, меня никто не бьет, никто не обижает, я окружена любовью, я как в коконе, чтобы мое внимание было на другом. Задачи другие. Исследование. Да. Проживать эту жизнь человеческую. Поэтому мне нужно понять, что я должна изучить, и какая цель. Не как все говорят, вот на Земле, да, то есть с практиками, ты сравниваешь, да, там ты должен пройти жизненный опыт, ты должен то-то, то-то, что-то здесь другое, опыт какой-то должен быть другой. А почему тебе... И я не могу понять, какой. Почему тебе тяжело на Земле? Энергии другие. Вибрации другие. У меня оставлены передатчики, чтобы меня могли вытащить, по идее, к себе, подтащить. Но я вот, что не могу понять, Ален, почему они меня не тащат? То есть, если я случайно сюда попала, то меня могли вытащить, они мне это делают, но меня не вытаскивают. Ощущение, что мой осознанный выбор здесь оставаться. Это не авария, не случайно там залетела пушинка, да. Нет, спустились осознанно, да. И тебя бы рады забрать, ну, то есть, пожалуйста, возвращайся. Но твоя тонкая копия, она уперта? Нет, я пройду здесь до конца, все. То, как вижу, то, как мы устроены, люди, биоробот, очень тяжелая энергия, очень тяжело выйти в информационное состояние в осознанности, то есть, нужно прям себя качать с мозгом, коммуницировать, раскачивать его. А ты до этого была полностью раскачана, то есть, ты использовала свои возможности в стопроцентном и большепроцентном соотношении. А в образе человека нет той легкости, нет той возможности раз и вытащила из пространства информацию. Здесь надо все выстраивать заново, всю коммуникативную сеть, и тебе это интересно. То есть, это как приходишь в новую организацию, там нужно все поставить на свои места. Вот ты здесь, поэтому тебя это интересует. Да, тяжело, да, много работы, да, себя надо прокачивать, надо с собой договариваться, надо влиться в эту суть, которая есть сейчас, причем используя знания, которые есть там, но ты просто рвешься отсюда. Тебе надо это сделать, даже пусть тебе тяжело, больно, но ты знаешь, что тебе нужно быть здесь, нести свой вклад. Ты знаешь, как картинка мне папа показывал, ну там, я не знаю, как образно папа, да, ну вот эти, комсомолка, и он мне говорил, когда я отказалась и закрыла себе видение, у меня был такой момент, и Архангел Михаил меня, они меня не смогли на абсолюте подкачать энергии, это, кстати, моя особенность, мне, я не понимаю, когда вы говорите, Архангел Михаил, вздымаются волосы, энергия, я этого не чувствую, мне, я вижу, но мне в космосе, почему, ты сказала, я сама, я сама все сделаю, мне надо самой, все простроить самой, чтобы это было мое, мое достижение, мои цели. Ну и здесь получается, что вот, когда закрыла видение, мне сказали, что как ты можешь себе его закрыть, если ты сама сюда рвалась, вспомни, зачем, зачем ты здесь, ты сама туда решила, ну, спуститься. Вот рассказываешь, что все про мурашки-то, да, у меня просто ходуном весь позвоночник заходился, ты на пролом прешь, просто тебе нужно синхронизироваться с теми энергиями, от которых ты отказалась, тогда ты вообще сможешь, как знаешь, к тебе идут каналы, вот это энергетической связи с твоей планеты, золотистые, голубые, все переплетено, и ты такая, они тебя дерг-дергнут, прими энергию, а ты, нет, я иду, и ты вот идешь на пролом, эти канаты тебя тянут обратно, а ты все равно идешь, а если ты эту энергию примешь, они ослабятся, станут частью тебя, и все, и не будет этого сопротивления, ты четко будешь знать по планете, куда идти, потому что ты будешь у тебя простроиться карта земли, у тебя сейчас нет видения земли, ты ее не понимаешь. Я знаю, что у меня больше фантомов, я знаю, это их даже не восемь, вот, и я спрашивала, зачем они, но мне было просто интересно, и не могла понять, зачем это все, нагрузка сверху, но это, да, не связано с земным воплощением, это связано с подключиками, сверху, то есть это не сказано. Ну, у тебя просто активно, у большинства они спят в спящем режиме, как оболочки дополнительно, у тебя они активны, а ты их не используешь. Артак, где находится сейчас? Тело в корабле осталось, а суть здесь на планете, на земле. Тогда мы спросим, может, Артака про миссию? Спросим. Готов он рассказать нам? Анна? Я не знаю, я к нему не подключена. Спроси его мысленно. Через кого он хочет пообщаться, через тебя или через Алену? Ну, в серии, что он передает информацию, но я блокирую ее, показывает это, что он был. Показывает, слишком возбуждена. Тебе расслабиться, надо расслабиться. Отключить анализ полностью, просто передавать, что приходит. Алена, дашь пообщаться с Артаком? Да, конечно. Артак? Да, я вас слышу. Расскажи нам, пожалуйста, а то у Анны есть вопросы к тебе, касаемо твоей миссии. Миссия, как всегда, спонтанная. Цель, в принципе, ее следования, это не первая планета, которую мы посещаем, но первая планета, которая заинтересовала лично меня. Множество существ воплощенных, множество запутанных судеб, переплетенных с космосом, с энергиями источника. Многие потеряли осознание, принципы построения своим сознанием собственных жизней, состояний, целей. Даже божества присутствуют в немощных биороботах, закрытые, запечатанные собственными установками. а здесь еще и паразитические сущности присутствуют. На многих планетах их уже нет. Они трансформировались и эволюционировали и ушли с пространства в более высокие вибрации, а на вашей планете великое множество флора и фауны, а при этом еще и нарушены энергетические поля. Многие не питаются энергией ни космоса, ни вашей планеты. В некоторых местах она бьет ключом, пожалуйста, бери и действуй. Где-то наоборот отсутствует. у вас сочетание множества технократических цивилизаций, как и энергетически, высокодуховных и интеллектуальных существ. Это место многонационально, как бы вам хотелось это назвать. Невероятное количество. Есть даже те цивилизации, которые уже вымерли. Не осталось ни их планет, ни их миров, а здесь существуют. Их души пришли сюда за разными целями. Я хочу все это исследовать, узнать, помочь вспомнить и вывести их на пути, восстановить энергетические потоки планеты, потому что если их восстановить, то множество миров станет едином. Множество планет объединятся между собой телепортическими связями. и ваша планета будет оазисом. Туда, куда скиталец может прийти отдохнуть. Туда, куда можно прийти и спрятаться. То, как это и было задумано изначально. То, для чего планета создавалась мощным потоком энергии выброса истока. Сейчас здесь много тех, кто уже не омрачен воспоминаний о сопутствующих жизнях, а помнит свои истинные истоки. То, откуда они пришли зачем. Пробуждается раз за разом. Это моя стезя, я исследую это. Это моя жизнь. Это мое счастье, я не могу без этого существовать. Поэтому тут сейчас и присутствую, наблюдаю за всем происходящим. Могу ли я вступить в жизнь человеческую до всецело, ощутить это состояние, эти качества, работу, цели, людей. Но мне нравится следить за судьбами многих. Мне нравится следить за тем, как потоки энергии выстраивают мою собственную жизнь, как ведут меня по пути мои силы, как я сам психу по этому течению. Здесь, только здесь это очень ярко проявлено на вашей планете. В других состояниях ты настолько осознан, что просто притягивая желаемое, это как само собой, как вы дышите. Здесь нет, здесь надо это осознать, прожить, созерцать, видеть, чувствовать, ощущать и телом, и душой, и мыслями, и не допускать других в свое поле, не быть легкой добычей, проживать и трудности, и склоки, и счастье, и все это череда энергетических всплесков вашей планеты. Ваши эмоции это энергия вашей планеты, вашей жизни. Я могу рассказывать об этом бесконечно долго, я восхищен ей, я не видел таких миров довольно давно, а моя жизнь насчитывает, поверьте, не одно столетие. Я буду здесь еще некоторое время, возможно, даже не одно человеческое воплощение. Меня заводит, завораживает то, как существует ваш мир, как он сочетает и низкие вибрации, и высокие, как вы взаимодействуете друг с другом, перетягиваете одно в другое, трансформируя, воплощая и даже объединяя все единое, где нет ни добра, ни зла, где есть только состояние гармонии. Не многие это лавливают, но есть, есть такие. Хорошо, хорошо. А что же делает сознательная часть Артака? Аня, Алена, сознательная часть. Что ей делать по жизни? Быть, искать, существовать, не замыкаться, не отказываться от того, что к ней приходит, тем более от собственного дома. Рваться туда сейчас бессмысленно. Ты все равно останешься здесь, потому что цель это исследование. Пока мы с тобой не пройдем все витки существования здесь, осознание в душе, в теле. Наша миссия не завершится. Ты можешь существовать в теле человека, наслаждаясь всем, что здесь есть на земле. И хорошим, и плохим. Лучше хорошим. Не замыкайся, не отвергай те качества, которые у тебя есть, твоя логика, структура. Хоть ты и считаешь, что мало знаешь, информации в тебе предостаточно. Регулируй потоки в себе. Логика твоя это сила, а осознанность информационная колеряция с будущим, с настоящим, с прошлым. Ты довольно неплохо можешь изучать историю, при этом даже альтернативную. Доносить для людей то, что есть, то, что истинно работать с их душами, с потоками вибраций, направлять энергии. Ты ведь сознанием можешь протянуть энергию и настроить на нее человека, как струны. Поэтому занятия с душами людей однозначно это так. Потому что через них проходят исследования, через их энергии. Это они сосуды, они все, что есть вокруг. Они впитывают информацию, распределяют ее. Кто-то может впитать и не пользоваться. Вот здесь ты можешь помочь раскрыть человека, осознать его, вспомнить кто он, найти своего друга. Он тоже, как и ты, потерялся. Она, у тебя есть вопрос к Кортаку. Нет, мне нужно это переработать информацию и, к счастью, у меня есть канал, я могу выйти на него и потом доспрашивать. Благодарю. Я весь твой. Хорошо. Алена, тогда сейчас отсоединись. Как ты себя чувствуешь? Готова. Вдохновленный. Он просто одно вдохновение. Интересно. Давай посмотрим инфирное тело Анны. У нее какие-то интерференты есть? Да, присутствуют. Вильзи стоит двое стражей стоит демонические сущности. Мелочи всякое полно чертей. Ну, и не такие под ногами тут кружатся. Путают дороги пти, запутывают. Поймал, говорит, птичку в клетку. Как давно он с ней? Не более двух месяцев. говорит, гонялся и догнал. Как такое отпустишь? Так, Аня, Аня, давай мы с тобой перенесемся по ленте времени назад. Когда ты первый раз познакомилась в Визельву, что ты делала на физическом плане? У меня раздвоение картинки, потому что встречалась я с ним, видимо, и раньше. то есть, да, были заходы, то есть, если говорить про первый, да, а вот именно этот момент, но, но, так сказать, не первый раз, да, вот, видимо, уже, когда он зашел. нет, тебе надо еще дальше, не то, что сейчас, дальше. Не этот, да, а вот туда. Самый первый. Назад, возвращаясь в прошлое. Что там было в самом первом разе? Переноси сюда. Не анализирую, да, говорю, что есть. Как есть, да. Те вечеринки у меня проходили всегда, все у меня собирались. Танцы. Ну, алкоголь, но он не крепкий, но это алкоголь. Опьянение, то есть я в таком опьянении. И он сошел, по-моему, да, с одного из моих друзей. Он разговаривает прям. Я не могу пойти, почему он сейчас. Да-да-да, почему так часто эту картинку вспоминаю. Вибрация низкие. Ну, мягко говоря, низкие. Очень низкие. И я уже в жизни, то есть они даже низкие, наверное, не только из алкоголя, да, ну, там, потому что алкоголь это какие-то такие легкие напитки. а в принципе уже такое что-то. Вроде бы веселье, то есть я такая позитивная девочка, все тусовки у меня, все всегда хорошо, но я уже понимаю, что что-то не то и недовольство, недовольство все время внутреннее, внутреннее. а это еще под утро состояние такое уставшее и у тебя штормит, и ты в этих эмоциях и внешне вся такая веселая, а внутри там тоска невероятная просто. И ты вот в этом во всем он ближе-ближе становится. Да, он как подсаживается. Вот так потихоньку. Такой привет. Да, 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 да. Как дела? В каком виде он пришел под зазначенную частью Ани? Тоже к ней под как-то посмотри, о чем они разговаривают. Молодой человек комплименты делает. Почему она его авторизировала? Говорит, у тебя печальные глаза. Я люблю твои глаза, влюбился в твои глаза. Она разворачивается к нему. У них контакт глаз. И пошла какая-то струйка доверия. Оно забалтывает, забалтывает по по струнам ее тоски. находит такие фразы философские и она начинает доверием к нему проникаться. Начинает его чувствовать. Ну, вернее, ту оболочку, которую надел. Я остается с ним. Я проведу тебя дорогой жизни, говорит он. Научит тебя чувствовать и любить. Улыбается. все держит. Фраза была последней. У меня несостыковки идут, потому что ощущение, что да, вот через какие-то лесные слова, да, но у меня ощущение, что моя тонкая копия внутренняя понимала, кто это, и она как решила, сильнее, то есть она внутренне, либо она понимала, но она знала, она давно знала. Но в том плане, что она не повелась на просто это был элемент, а там понимала, что это что-то тяжелое, как интерферент заходит, но она это выбрала, но она у меня такая, живет своей жизнью. ну она сказала тебе, что все, что здесь происходит и интересно. Она чувствовала, то есть она сознательно пошла в это состояние, она его видела, она знала, кто он, да, она чувствовала это. Так, чтобы сопротивляться. Да, нет, она не сопротивлялась. Наоборот, то есть как с осознанием, с интересом, да, что вот как ну давай, это интересно, посмотрим. нет страха и нельзя даже сказать, что это обман стопроцентный, ну там да, что вот он охмурил. Нет, она знала, что на этой вечеринке так будет, что он придет. И еще момент, ой, я не могу понять, как будто он, то есть он выходил, я же, мы же не один раз меня смотрели, он как габ, да, то есть не могли его поймать, меня очень много, но не очень много, постоянно какие-то интерференты, которые выходят, ну то есть их очень сложно поймать, и они почти не оставляют следов. И вот этот тоже, он выходил, он как будто, он даже отключался, ничего не оставил, потом переподключился. как этому удавалось подключаться? Танка копия пускала сама. У меня я сейчас понимаю, ребят, Тимур, почему я, например, очень долгое время, я очищаю себя полностью, утром я просыпаюсь, у меня мои друзья репты или космические гуманы, то есть я уже устала с ними разговаривать каждый день, там вычищать их, и потом, ну просто я реально, то есть у меня тонкая копия, которая сама, я не знаю, видимо ради экспериментов, или я не знаю, чтобы уроки мне какие-то дать, то есть она постоянно подключается, она не ставит защиту, как нормальный человек, ну то есть да, она не фильтрует это все, а как втягивает в себя, притягивает, причем странных, все время странных. Алена, спроси, пожалуйста, Арта, какой опыт хочет, она сделать? Он хочет показать, говорит, чтобы ты научилась мыслью допускать или не допускать, не делать сложных манипуляций, не уговаривать ни себя, ни их, просто сознательно стать автономной, ментальную энергию, чтобы впустила, чтобы не отвергала я. И у меня сейчас такое идет, подтвердишь, не подтвердишь, вот как раз я тебе их опускаю серии, чтобы ты научилась не пускать мысли, очень много неуверенности. Я вот слушала, да, вот как Тимур говорит, что ну вот просто нет и все, а у меня другая ситуация, у меня видимо от неуверенности я их пускаю всех подряд, то есть я вроде понимаю, у меня стоит защита, я себе много защит ставлю, но здравствуйте, вот мы снова зашли, то есть это как уроки, он не их пускает, чтобы я научил. Сама отдаешь им в лазейку. Да, да, то есть через вот эти мысли оно у тебя и происходит, то есть твоя ментальная энергия заточена вот на это, а Артак хочет, чтобы ты ее перепрограммировала на другое, чтобы могла не запускать. Но у меня, наверное, с этим связано, то что с космическим я уже более-менее справилась, то есть я их уже как-то фильтрую, но тут у меня появились нежники, которые... Нежники, да. Они тебе еще по энергии не стянут, по эмоциям. А где твоя восстановка, которая дает тебе мысли неуверенности? Установка. Установка. Она по всему телу раскидана. Руки, ноги, ладошки, пальцы. И отдели. Как отделишь, скажи. Отделила. Открываем вороночку. Вдох, выдох и сбрасывай ее. Ушло. Найди восстановку. Именно восстановку. Найди. Установка. Программа, которая моделирует это. Корень. нищий. Ну, получается, это что? Это как чакра, наверное, даже. От пупка к позвоночнику. То есть, прям в самом центре. Что там находится? Какая у нее информация? Кому принадлежит? Когда он создался? Давай посмотрим. В какой ситуации? Это утроба. Я как будто с ним родилась. Это еще дальше. перенестись. В другие, да? Переносись еще дальше. Создание. То есть, каком-либо воплощение, когда это первый раз произошло. Создался. Читая с него информация. Ошибка. Ошибка. Картинка. Я судья. Это Средневековье. Угу. Это Средневековье. Я бы сказала это что-то типа Флоренции, потому что все красное. Да. Тысяча триста какие-то. Тысяча триста сорок первый. От моей у меня ошибка в судействе. Я судила невиновных людей. Угу. Я была очень уверена. То есть, как судья, я была уверена, что они виноваты. И им отрубают голову казнь. Я стою на этой площади. и приходит информация, что нет. Чуть раньше пришло какой-то очень странный момент. В момент казни я знаю, что они не виноваты. Я это уже знаю, но я не могу остановить. и я вижу, как летят головы, кровище. Стук по стук голову. А теперь посмотри, кто на эфире управлял этой операцией. Потому что почему создалась эта ошибка? Какие сущности управляли этим? я не вижу. То есть у меня застыла картинка, но когда перенесись назад. Стоп кадр. Принесись назад, когда в момент, когда ты создала эту ошибку. Да, я сижу за столом. Я уже всех выяснил. Как судейство очень странно. Какие энергии управляют тебе это решение? Темное. Как руку ведут. То есть на мою руку накладывается темная сущность. Мурашки побежали. И прямо на правую руку. И вот я управляю перо. И я ну знаете, как и серии должна там право-лево. И я в эту сторону веду. Ну хочу. Накладывается черная рука и перекладывает сюда. А чай это рука но у меня тут вчера был сломан мозг про демонов-рептов. Поэтому суть энергии смотри. Прямо суть энергии темной это темные нижники. Нижники и причем я убила очень просветленного человека со знаниями. А как тебя звали этой инкарнацией? Прыгают имена скорее всего что-то типа Марка. Не знаю, я думаю, ну выскочила Марк. Марк. Перенесись в момент, перенесись назад за несколько часов до твоего решения. Где ты видишь, Марка? Семья с детьми, счастливый в своем доме. сейчас сконцентрируй всю информацию, которой ты владеешь с этого момента в момент здесь и сейчас. Какие будут последствия от его времени, от его решения? Кто управлял этими действиями? Передай это все ему в ментальный фантом на счет три. Раз, два, три. Да, идет процесс. Какая у нее реакция? Он остановился, замер. То есть вокруг него прыгают дети, очень много деток у него, жена стоит, обнимает, детки на нем он играется с ними, и даже кто-то на плечах сидит. Он уходит, видимо, куда-то на работу в город. И он смеется и стопорится в секунду, замирает. Хотел бы он изменить ситуацию, информацию? Конечно. Это очень справедливый человек. Да, он не простил себя. Алена, переключусь на следующую чистоту. Просканируй чистоту бесплотных и неупокойных душ. пошел импульс по этой чистоте. Здесь прикрепленных никого нет, но у нее способности есть, она чувствует вот эти души, частички света. Здесь все хорошо, никого нет. Хорошо. Пожалуйста, вот это что висит? То есть вот надо мной висит? То есть ощущение, что она за полем моим? За полем, да. Сгусток света висит душа. И они дальше идут, как звездочки. Дальше, 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 больше, 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 как такое облако из Малечного Пути. Просто я иногда, когда смотрю, я боюсь, что они в моем поле и путаюсь. Нет, не в твоем за полем. Ты можешь через них информацию получать, потому что они здесь разные абсолютно. Но договор не надо заключать никакие. Алена, давай посмотрим следующую чистоту магических. Пошел импульс. Магия, магия. Все четко. Расскажение здесь нет. Сухая частота не твердости, не густоты. программ нет. Пробоев нет. Здесь все в свете залито. Но есть тот, кто наблюдает за тобой через нижнюю частоту. я вижу его гайку очертания. То есть потенциально что может быть потенциально. То есть вот как ты говоришь белая я вижу белую комнату для меня значит там никого нет. Но потом всплывает я понимаю что видимо она может как вариативность она может появиться. как знаешь выжидают когда ты вообще упадешь вниз. А эмоции съедешь. Но нет. Давайте посмотрим следующую частоту космических. Пошел импульс по этой частоте. И сколько что их шарахало светом. Много. Офигеть просто вся частота пережженная. вот прям всполохи. И от тебя идут энергетические поля. Как вот на солнце бывают вспышки и показывают такие сгустки. Оп вырвался. Вот у тебя вокруг тебя эти сгустки просто ты их все там уже пережгла кого можно только. Так но только здесь два гуманоиды на краю стоят. эрепт есть они в полярности но не подходят близко тонкой копии потому что ты вся огненная стоишь не все больше нет никого как ты их конечно не обнулила я не знаю чипы или плант есть от них она их пережгла нет это это эти из ряда приходящие уходящие зашли вышли и вот они прям на границе стоят а почему они заходят и выходят постоянно алена скажи энергия подпитывается у них и чипы не стоят сейчас такая информация тонкая копия их притягивает до притягиваются на энергию они могут подключиться она позволяет им это сделать а потом мощный взрыв спустя время она тренируется на них почему она позволяет она хочет вспомнить как управлять ментальный энергией физической части это тренировки но она это делает как-то через эмоцию близко к агрессии нужно из ровного состояния делать не агрессивного безэмоционального тогда сильнее будет они не смогут зайти тогда будет достигнуть результат хорошо давай посмотрим эзотерическую причину поле шахмана пойдем туда где ты находишься я не понимаю где кто я понимаю что я сжимаюсь а мне в уши кидают иголки это наконечники прям наконечники подсветить и пространство давайте давайте повышим вибрацию повысили вибрации в пространстве ваша страна на себя попробуй смотреть так меньше боли будет отлетись со стороны на себя посмотри по вас больше давит а что это за иголки и кто их отправляет как копии просто пронизывают она существовала большого доброе мудрое лежала никого не трогала вот эти на людей похож прибежали начали нападать приковали пока спала 3 почувствую спину своя что у тебя там спина почувствую тяжесть а что там там тяжесть перебита ты внутри чего я это существо я не знаю что я просто вижу это со стороны я прикованно я ору уже не ору я уже как скулю или что-то такое уже такой жалобный время с калий и бьют бьют хотя ничего не делала вообще ничего не делал и уши почему-то они все время уши из позвоночника ноги никто это как перебиты а кто они люди люди это животное а это человек охотник а зачем они бьют это охота она очень ценное существо и для пропитания и для что-то в ней еще есть ценного не только еда что-то еще нет внутри что-то внутри есть они с этим потом продавать как выглядишь как ты выглядишь папы точно 4 мне кажется у меня есть шерсть шерстина это не вода это лес небольшая шерсть а как ты попала в эту ситуацию давай перенесемся назад до момента когда они тебе словили я поймала в ловушку вырота как ловушка любую сторону вырота еще раньше переносись еще раньше переносись я родилась я как голый медведь что-ли что-то такое я имею ввиду за несколько часов когда ты до момента когда ты попала в эту ловушку я просто хожу по лесу живу питается гуляет гуляю сейчас подойди к себе и также передай всю эту информацию с этого момента до момента здесь и сейчас давай теперь посмотрим из чирическую причину твоего насморка пойдем туда зависит одна картинка это тоже видимо какая-то реинкарнация дали он как про проткнуты насквозь насквозь вот так прошедшая получается орудие но у меня насморк только появился мне все время болит горло и горло задето трахеи вот так оно проходит и как перерезанное горло полностью развороченную там лица как такового нет давай назад перенесемся что там переизошло это армия это бой это военные регионы какие-то такие похожи на римляне да римляне римляне классно с этими хохолками круглыми щитами а где ты там находишься просвечивайся я воин как тебя звали воин максимус приветствую тебя максимус пообщаемся приветствую тебя ты знаешь что с тобой дальше пройдет максимум я думаю что я погибну как истинному воину подстать доблестно на поле сражения я не сомневаюсь в своей участии главное чтоб я погиб достойно на физическом плане ты уже погиб а на информационном плане твоя гибель создает определенную проблему сейчас она передаст тебе эту информацию тогда отключайся от этого пространства где ты был и подключайся в другое хорошо переключился да я нахожусь здесь закрываем портал оставь меня санной она отсоединись сколько негативных программ в твоем ментальном фантоме создающие негативные мысли формы негативные эмоции карен у меня идет 0 а за ним 3 в замке ну то есть как тут 0 там ну как три которые видимо ну я почему-то не могу еще не имея к ним неактивные активно активировались а тут вроде 0 ну 0 по крайней мере написано а ты не хочешь посмотреть те программы конечно хочу тогда открой замок и посмотри какая первая программа негативно совершенно да и открыла они вывалились передо мной 3 первая ревность как она влияет на твою жизнь негативно но тут такая особенность что она сейчас вроде как и не влияет но но я вижу в дальнейшем до скандалы это дикий орево какой-то прям разрушает жизнь до истерики прям бьюсь сижу бьюсь в истерике да это море то ревность к мужу ну там ревнуем причем мне кажется каждому столбу буквально присутствует он стоит но такой весь непонимающий кто создатель этой программе мама давай теперь следующую программу посмотрим какой-то страх за детей дети долгожданные но получаются поздними превращаясь сумасшедшую мать но просто которая невменяемо страх я же мать вот такая страх что что-то не случится у меня не будет рядом порчу жизнь детям как это негативно влияет на твою жизнь разрушаю жизнь детей и свою в том числе если просмотреть дальше по линии если продолжится то они просто но не будут общаться с такой матерью то есть ограничат общение кто автор этой программе все сама хорошо следующей программы посмотри я не знаю про голорова ли это ну наверное сумасшествие это жадность какая-то прям безумная это старость бог мой это то чего по моему боюсь больше всего жизни это старость моя и знаете когда уже такая сумасшедшая старушка которая начинает вспоминать сколько она добра сделала всем остальным ну там сколько там помогала детям внукам и как-то собирает к себе какие-то блага при чем-то не только деньги но деньги в том числе до шлюшкин да 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 то есть не раздаем собирает я всю жизнь раздавала а вы мне как типа ничего и сейчас вот но это же головой проблемы убирать это все мне надо естественно кто автор этой программе мне приходит моя любимая тетушка которая вот умерла в таком состоянии какие-то родов как родовые темы идут хотя я поедем эту программу и на счет 3 поднимайся вверх в космос пошел подъем ну идет подъем летит летит ускоряйся куда летим абсолют так как космос космос просто где-то посередине теперь переносить млечный путь пошел поток как ты его ощущаешь я пытаюсь сейчас выстроить мне нужно понять себя то есть я сейчас отлетела от него да то есть и просто энергия но направленная ко мне идет так как-то простроить как как это как губка впитывая и вот внутри находясь я к как губка то есть вот и попробовала внутри то между планетами и космосом просто энергия меня наполняет но вот как вода да вот впитывается я уже не знаю как правильно сейчас я чуть отлетела чтоб направленный поток от молечного пути шел ко мне я не знаю как надо тени его пропускай через макушку через все порты в теле точно так же как губка то есть другие направления не пойдет они идут через порт энергии потоки вот он ученый мозг просто плаваю в этом свете а в тело будет впитываться то что необходимо ну да я вернулась в середину и теперь она переносись к своему первозданному источнику откуда твоя душа сгенерировалась раз два три тут у меня психоделика начинается у меня раздвоение две картинки два телевизора 1 получается это космос как объяснить но взрывы солнце или энергетически энергетически да как я делаю процесс да вот откуда как мелкая частица отлетает душа а справа у меня другая справа у меня и микроста что-то земное но в большей степени все так ты видишь вот где-то там делилась в свете в энергии это то откуда ты изначально пришла потом тебя пошла череда воплощение в разных вообще ипостасях и как земное воплощение вот ты ученый вот в этом кстати очень долго ты находишься воплощение но не да не параллельно а давай давай перенесемся туда откуда ты отделилась переноси стены пока я вижу только энергии они летают вокруг меня я как в желтом шаре вокруг больше зеленые такие знаете как метеоры то есть вокруг ли летают очень быстро то есть их не не поймать не уловить как дождь но капли не дождь неправильно как метеорит на дождь как метеоритный дождь как тебе звали было имя че за пространство я понять не могу такое чувство что от меня отделяются какие-то частицы так и есть то есть это это исток и ты вот это все и в то же время ты частичка которая отделяется и получается на момент отделения сознание переходит в эту частичку то есть она же душа значит вот я в этом в этом первоначальном это энергия но это энергия это абсолют то больше чем абсолют синхронизируйся с этой энергией запитайся а что что тогда такое исток творца туда откуда все и все но я за теперь они за на полностью как ниточками повернись посмотри если какие-нибудь родные души сейчас передаю к тебе в это пространство поворачивайся кого ты видишь я точно вижу свою умершую подругу но смысле я есть еще но я этого не знаю как я не знакома алена да здесь несколько ближе подошли несколько вот этих капелек света одни чуть поярче одни чуть-чуть подаль стоят ну или висят и маленькие жестки света а тут разве не должны быть какие-то знакомые мне люди вот подруга этими ты из источника то есть они тебе знакомы просто ты их не помнишь а на планете вы с ними не встречались на земле например хорошо у тебя остались вопросы к этому сеансу я просто все таки получается космос космос но он не связан с абсолютом правильно то есть как-то это не связано между собой вещи нет разные направления развитие мы тебе как раз это и показываем это тоже твоя жизнь давай благодарим все участников сеанса от всех и от всего соединяйся а